По культу человек молодый и полный сил, и он мало клопотится об своем здоровье. За взрослым заявляются хранические захворывания и возникает необходность больше часто наведывать медицинские кабинеты. Добро, когда основные обследования не можно проходить по месту жихарства. Зарабить медпослухи больше доступными – задача номер один. С этой мэтой в Ветковской районной больнице открыли кабинет колоноскопии. Сюжет – Марыны Джалай. В Ветковском районе живет амаль 18 тысяч человек. В веку самим райцентры прикладно 8 с половой тысяч. Не для тишина тоя, что до Гомеля рукой подать, для хворых и людей пенсийного взрослого таки подороже не завсюду по силах. Тому районную больницу мкнуться комплектовать с участным лечебно-диагностичным обследованием. Зразумело, тут уголовное питание финансовое – опошняя покупка аппарата для проведения колоноскопии. Обследование на были, дякуючей реализации инициативы «Свет життя» в межах программы развития ААН, которая финансуется Европейским Союзом. Укаронение медицинского проекта каштовало свыше 40 тысяч евро. Но закупить обстановление, адраментовать кабинет и начать оказывать такую послугу – это одно. А вот донести до насельства то, что колоноскопию в полном израсте и при некоторых симптомах треба проходить обовязково – иншая справа. Исследование очень информативное. Тем более мы имеем возможность взять биопсивный материал для дальнейшего исследования уже под микроскопом. То есть уточнить диагноз, подтвердить или исключить его. Кроме того, мы можем произвести оперативное лечение и так далее. То есть аппаратура хорошая, достойная. Тем более для района. Летость у Ветковской больницы заявился и новый аппарат для проведения ультрагуковой диагностики. Пройти обследование внутренних органов может любой же района. В кабинете працуют два специалисты. Тому нема никакой черги. У нас сейчас сформировался достаточно хороший фонд эндоскопического оборудования. Благодаря тому, что и было, приобретали в прошлом году. Приобрели в этом. Поэтому возможности у нас достаточно широкие. Что касается нового оборудования, за последние годы у нас появилось высококлассное оборудование ультразгодия диагностики. Оно находится у нас и в поликлинике Ветковской поликлинике, а также в Ветковской центральной районной больнице. Комплектование медустановы необходным обсталеванием протягнется. В планах набыть рентген-аппарат. После этого можно будет с выполненностью стверждать, что основные питания по обследованию и диагностице захворывания у насильництва Ветковского района будут закрыты. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель» из Ветковского района.